Страница 553. Вы напишите обо мне книгу. Из воспоминаний мамы от Рока Вячеслава Валентины Афанасьевны Крашененниковой. Славочка незадолго до своей смерти сказал мне. Мамочка, наступит такое время, когда вы напишите обо мне книгу и отвезете ее в лавру к отцу Науму. А отец Наум в это время будет никакой. Ему, говорит, будет тогда ни до чего. И когда он начнет обо мне книгу читать, он так удивится, что я это говорил. Он так удивится, что я это мог делать. То есть получается, что отец Наум Славочку практически не знает, хоть я его и привозила к нему. У меня что тогда получилось? Чтобы мне самой не брать всю ответственность, потому что я простая домохозяйка, хотя и мать его, я, конечно же, повезла Славочку к старцу. Я была очень спокойна и уверена, что они-то с ним поговорили. Но вышло то, что вышло. Я его раз к ним привезла, два привезла, а на третий раз он уже пришел к ним в лавру в виде книги-рокописи. Ах, мама, маменька! По настоянию священника, отца Игоря Коротовского и по желанию тех людей, которые знали Славочку и получили помощь от Бога через него лично и около его могилки, я и мои помощники Рожков Аи и Хакимов М.М. начали составлять воспоминания о Славочке. Так была написана рукопись книги, которую потом назвали «Ах, мама, маменька!». Писалась эта рукопись нелегко, потому что, во-первых, в то время я очень сильно болела, а во-вторых, нападки от бесов на тех, кто участвовал в создании рукописи, были очень сильные. Когда рукопись была закончена, я помню, еще спросила отца Игоря, «А что нам теперь с этой информацией делать?» Он сказал, «Давай отвезем ее в Лавру». Промыслом Божьим получилось так, что рукопись о Славочке попала к отцу Кириллу, который прочитал ее и благословил отпечатать на ксероксе, чтобы она была у каждого монаха в келье. И потом все это закрутилось и завертелось. Я даже не ожидала, что эта рукопись наделает такого переполоху. Потом я узнала, что одна из копий этой рукописи попала в руки нечистоплотных людей, которые, даже не поставив меня в известность, решили нажиться на ней, пустили ее в массовый тираж и даже перевели на английский язык и отправили в Амельку. И, несмотря на это, даже через эту первую книгу об отроке очень многие люди познакомились со Славочкой, полюбили его и получили от него помощь. Жаль только, что огромное количество благодарных писем от людей, которые получили помощь от Славочки, пошли на адрес очень малоизвестных мне людей. Люди добрые, простите меня, вы писали мне, думаю, что это моя книга, и письма ваши, конечно же, я не получала. Эти письма, не читая, мешками сжигались, как мне стало известно. Единственная книга, которая мною была разрешена, это «Бог говорит избранникам своим» издательство ООО «Благовещение» город Санкт-Петербург. Содержание этой книги меня, в принципе, устраивало, и на ее выпуск я дала свое разрешение. Небольших доходов от книги «Бог говорит избранникам своим» как раз хватило, чтобы построить Славочки сень. Я благодарна людям, которые внесли свой вклад в благоустройство сени. Сейчас уже легче с крышей над головой укрываться от дождя и зноя. Еще надо сказать о том, что с Божьей помощью на православном радио Санкт-Петербурга нам удалось записать две аудиопрограммы о Славочке, которые получились и оставили широкий отклик среди православных слушателей. И сейчас мне пришлось по старческому благословению обратиться ко всем вам и сказать, что впервые пишу сама. Что подвигло меня взять на себя этот нелегкий труд и самой писать книгу о своем сыне? Первая причина – это моя растущая тревога и желание сохранить и донести до людей правду об отроке, донести именно его правдивое слово, а не чьи-то выдумки. Я столько уже прочитала всяких небылиц и нелепых басен о своем сыне, что наконец-то решила взять благословение и самой писать книгу о Славочке. Потому что дальше ждать и продолжать терпеть всю эту ложь уже было нельзя. Дело в том, что с каждым годом на могилку к Славочке стало приезжать паломников все больше и больше. О нем стали печататься статьи и в местной, и в областных газетах. Информация об отроке распространялась уже сама собой. Начался стихийный процесс, который, как я поняла, было уже не остановить. Я услышала, что в каких-то городах уже распространяют какие-то диктофонные записи на дисках, которые были записаны у нас чуть ли не на кухне. Где-то каким-то братством была составлена аудиокнига «Ах, мама, маменька». И она тоже распространялась на всех крестных ходах. Контролировать весь этот стихийный процесс, где правда об отроке, а где неправда, стало уже невозможно. С одной стороны, это и радовало, потому что все больше и больше людей узнавали о Славочке. И в то же время огорчало, потому что все это делалось за моей спиной и непонятно кем. Я прекрасно понимаю, что сейчас непростое время, и людям очень трудно разобраться, и тем более остановить весь поток лжи и негатива, который льется на них со всех сторон. Из газет, из телевидения, из интернета. Об интернете я вообще не хочу ничего говорить. Вот недавно я с удивлением узнала от своего внука, что есть уже несколько сайтов в интернете, посвященных моему сыну. В этих сайтах обо мне и об отроке понаписано такое, что это даже озвучивать нельзя. И самое печальное, все эти небылицы и вымесел о Славочке там преподнесутся от моего имени, а я вообще не имею никакого отношения к этому. Вот такое творится безобразие. И пользуясь случаем, я хочу сказать, никакого моего сайта об отроке Вячеславе не существует, а то, что какие-то люди пишут и печатают о моем сыне в своих сайтах, все это вызывает у меня только боль и недоумение. Бог судя всем этим людям. Неужели им не страшно за свои поступки? Ведь есть же Бог, и перед ним придется отвечать за ложь и соблазн людей. Вот в таком мире мы сейчас живем. И именно поэтому, чтобы хоть как-то оградить Славочку от наглой кровиты, и чтобы не извратили его слово и не соблазняли этой ложью людей, я и решила сама взять перо и написать книгу об отроке. «Я понимаю, что я не писатель, и кто-нибудь, возможно, написал бы более красиво и талантливо. У меня была другая цель. Мне просто хотелось донести до людей правду о Славочке. И сделать это, как я поняла, нужно было именно мне. Значит, крест такой у меня. Тем более, что многое я по-человечески уже начинаю забывать, так как память наша не бескранична. И чтобы не оставить больше места для всяких басен и вымыслов об отроке, мне пришлось взять благословение и самой заняться этой кропотливой работой. От темы к теме, от события к событию, все вспоминать, где надо дополнять и все записывать. Как-то само собой пришло и название этой новой книги о Славочке, «Посланной Богом». По милости Божьей, сейчас наша книга уже пережила четыре издания, потому что людям она нравится, и все ждут ее. Растет и объем книги, потому что паломники и посетители хотят все знать о Славочке. И каждый день почти меня буквально атакуют вопросами об отроке и его пророчествах. А мне приходится все вспоминать и отвечать на их вопросы. А потом все это нужно было не забыть и внести в книгу. Поэтому и книга стала расти в объеме и превратилась в большое иллюстрированное издание. И сегодня я благодарю Бога, благодарю Славочку и благодарю всех моих друзей и помощников, которые ускорили выход нашей книги. Слава Богу! Еще мне хочется сказать несколько слов о недавнем и очень радостном для нас всех событии. о выходе в 2010-2011 годах нашего долгожданного фильма-летописи об отроке Вячеславе. Документальный кинопроект «Русский ангел. Отрок Вячеслав» фильм 1-й 2010 года и фильм 2-й 2011 года. Надо сказать, что этот фильм дался нам нелегко. В течение почти пяти лет шла очень долгая, трудная и кропотливая работа по собиранию всех материалов и монтажу этого большого кинофильма. Искушений было так много, что временами казалось, что ничего не получится. Но милостью Бога и по молитвам Славочки наш фильм получился и увидел свет. Этот фильм сегодня очень нужен людям, и я рада, что люди его смотрят и узнают правду об отроке и его пророчествах. Этот кинофильм, как и книга, помогают людям прозреть и по-настоящему задуматься о многих вещах, которые сегодня старательно замалчивают. У кинофильма, в отличие от книги, есть еще одно преимущество. Там мы видим живых людей. Книгу легче оболгать, а с кинофильма на вас смотрят живые люди и со слезами и радостью говорят правду об отроке. И люди верят этому слову, сказанному от сердца, потому что это правда. Не случайно ведь, говорит народная мудрость, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Мне хочется от всей души поблагодарить всех создателей этого фильма. В первую очередь Сергея Богданова за его талант и огромный режиссерский труд. Всех священников, которые приняли участие в фильме. Всех паломников, которые согласились рассказать правду об отроке. И всех тех, кто своими трудами и своей лептой способствовали выходу в свет этого кинофильма. Также мне очень хочется от всей души поблагодарить Людмилу Кириллову, музыкальный комментатор Радио России ВГТРК, за ее замечательную авторскую аудиопрограмму в двух частях об отроке Вячеславе. Аудиопрограмма на трех компакт-дисках «Миру просиявший отрок» и «Русский ангел отрок» Вячеслав пророчества. Низкий ей поклон и благодарность от всех почитателей Славочки. Все, что Бог нам дал, и книга, и фильм об отроке, все это нами выстрадано. Это для нас очень дорого, и мы просто счастливы видеть, как все это приносит радость людям и помогает им встать на путь спасения. Слава Богу за все! Дорогие мои братья и сестры, пишите ваши письма, отклики и пожелания по адресу 45-64-44 Челябинская область, город Чебаркуль, 4 Абонентский ящик, 792 Крашенинниковой, Валентине Афанасьевне. Спаси всех, Господь! Всем низко кланяюсь! Раба Божья Валентина, по милости Бога, мать отрок Вячеслава. 17 марта 2013 года.